На этот компьютер. Друзья, всем привет. Вы на канале Криптомета. Сегодня у нас мета-среда. И к нам в гости пришел Иван из Subspace и Диана из Subspace. Subspace Network – это новый проект, который обещает быть гемом. Он собрал 37 миллионов долларов, если мне не изменяет память, от ведущих венчурных фондов, таких как Alameda Research, Coinbase, Pantera, и еще десятков других. На днях буквально в Subspace Network стартовала новая программа валидации нод. Но там называют почему-то не нод-ранерами людей, а фармерами. И вот у нас сегодня в гостях Иван. Иван, можешь ли ты взять слово? Привет. Привет, привет, привет. Буду рада отвечать сегодня на ваши вопросы. Отлично. Диана, давай с тобой тоже сразу же увидимся, чтобы все увидели, кто такая Диана. Всем привет. Меня зовут Диана. Я маркетолог Subspace и буду рада сказать про амбассадорскую программу сегодня, про комьюнити. Да, мы с Иваном будем рады ответить на вопросы. А мы очень будем рады тебе их позадавать. Ребята, вот Диана. Кто интересуется амбассадорскими программами, как бы не забывайте, кому вы можете задавать вопросы. Иван, давай теперь к тебе вернемся. Начнем с технической части. Расскажи, пожалуйста, какую ты занимаешь должность и место в Subspace? Чем ты там занимаешься? Ага. Ну, в Subspace я являюсь протоколом инженером. Я, в общем, говоря о технической части, у нас протокол, получается, делится на разные части. И я отвечаю за фармеров. Это у нас такое название нод. Но у нас есть отдельно ноды и отдельно фармер. Я занимаюсь тем, что разрабатываю фармера, оптимизирую это все, делаю. Ну, такого рода еще. Отлично. Ну, расскажи нам, пожалуйста, в целом про то, что такое Subspace. Насколько я читал протокол нового поколения, блокчейн четвертого поколения. Что это все означает? Ну, Subspace – это блокчейн, который должен являться инфраструктурой для Web3. Ну, это прям в очень широком смысле. В каком-то таком конкретном смысле, получается, это вот отличный блокчейн, который при этом всем… Он является децентрализованным, он является очень быстрым и расширяемым. Ну, то есть, он хорошо скейлится. Иван, но разве не каждый блокчейн в мире говорит, что он децентрализованный, у него high scale и так далее? В чем у вас новизна? Почему вы собрали 37 миллионов долларов? Ну, именно вот ключевая компонента нашего протокола – это то, что мы можем являться конкретно децентрализованным стойджем, который можно использовать. Допустим, именно больная проблема, допустим, это NFT. И конкретная проблема NFT в том, что вот есть NFT-арты, и, допустим, непонятно, где их хранить на текущий момент. То есть, они сейчас очень часто хранятся на IPFS, и бывает очень часто так, что NFT буквально пропадают у людей, то есть, уже заменченные NFT. То есть, сама картинка пропадает, но право на блокчейн, оно, конечно, остается. Но самая ценная – это картинка, которую нужно сохранить. То есть, я слышал полгода назад об этом, что, типа, есть у тебя твой NFT, собственно, ключ публичный, но где-то же хранится эта картинка или этот файл. И вот это хранилище, можно как бы добраться до него в обход блокчейна. Вот я такое слышал. Получается, это так и есть, да? Ну да, сейчас очень часто, как бы, все NFT-арты, они хранятся на IPFS, вот, очень часто там, именно, как бы, сразу минтят их и добавляют на IPFS, вот, чтобы оно хранилось. То есть, IPFS, конечно, децентрализованный, вот, но он не предоставляет таких гарантий. Так, а Subspace, что позволит сделать Subspace в отличие от IPFS? Ну, в случае, в случае Subspace, можно хранить картинки сразу на блокчейне, вот, и фармеры, как бы, им будет выгодно, в общем, хранить эти картинки, вот, и, в принципе, как бы, сторидж, который уходит на блокчейна, вот, и там можно, в принципе, будут хранить там любые файлы и так далее, и любого рода вещи. Слушай, правильно я понимаю, что, значит, что такое блокчейн в нашем, в моем понимании, вот, всегда, да, не четвертого поколения, хотя я далеко не олдскул, но блокчейн для меня – это запись хэшей, которые постоянно обновляются, синхронизируются и где-то хранятся. И есть там вычисления, а есть запись хэшей, но записываем мы всегда только там строчку, условно говоря, там, из символов, цифр и букв. А ты говоришь о том, что у вас в блокчейн будут попадать целые файлы, то есть прям фильм, там, не знаю, картина. А как это достигается? Ну, то есть, получается, само решение Subspace в этом плане не нового, то есть были уже такие, были уже другие блокчейны, вот, например, Filecoin, Motorvive, вот, на них тоже можно, как бы, хранить уже файлы и так далее, вот, то есть вообще любой длины, вот, как бы, за сколько заплатишь, столько будешь хранить, вот. В данном случае, получается, именно вот Subspace позволяет, как бы, запускать еще, ну, у него есть отдельная часть, которая отвечает за execution, то есть там за смарт-контакты и так далее, вот. И получается, вот, есть проблема, которая называется Farmer's Dilemma, вот, и, в принципе, Verifier's Dilemma, вот. И вот в данном случае Subspace, он решает вот эту проблему, вот. А так, а в чем эта проблема, Farmer's Dilemma? Мы слышали пока что про трилемму Виталика, а вот про Farmer's Dilemma мы не слышали. В чем она выражается? Ну, на самом деле, вот, прям в очень широком смысле, это проблема стимулов, вот, то есть, получается, есть проблема, если вот, прям, типа, уходить конкретно, допустим, в эфир, вот, у нас есть майнеры какие-то, вот, они майнят какие-то блоки, и вот не очевидно, зачем вот ноде эфира, да, майнеру эфира, который замайнил новый блок, как бы, валидирует транзакции, вот, которые пришли от людей, вот. Он в это время может, как бы, майнить другой блок уже следующий, вот. От этого стадает дезинстрализация сети и безопасность ее, вот. А в данном случае у Subspace, вот, у нас есть отдельные ноды, которые отвечают, там, за запуск смарт-контактов, вот, или, там, в принципе, за запуск кода, вот. А Farmer's, в свою очередь, как бы, они занимаются исключительным хранением, вот. И вот этого конфликта, как бы, стимулов, стимулов по поводу заработка денег, вот, его тут нет в данном случае, вот. Вот, вот, эта проблема уже решена, вот, на уровне протокола. Так, я начинаю узнавать для себя что-то новое. То есть, у вас есть те, кто, ну, ноды, нодранеры, они валидируют транзакции и записывают консенсус. А есть Farmer, которые предоставляют свои хранилища. Так, что ли? Да, буквально так, да. У нас вот блокчейн разделен на две части, да. И получается, вот, то, что мы называем Proof of Archival Storage, вот, нашим консенсусом, у него есть две части, да. Одна из них – это Proof of Capacity или Proof of Space. Это, вот, как бы, Proof of Space – это, вот, что-то похожее на Chia, вот, Filecoin и так далее. Это именно, вот, часть прохранения данных, там, на диске, вот. И, в принципе, вот, при использовании диска. А вот, именно часть, которая будет отвечать за запуском смарт-контрактов, она, в свою очередь, будет работать, грубо говоря, на Proof of Stake. Вот. Слушай, вот для непросвещенных, вот ты упомянул Chia. Есть уже, как бы, блокчейн, который примерно похожую концепцию, что и Subspace выразил, вот Chia. А в чем, ну, вот можешь сопоставить, как бы, в чем Subspace следующий шаг? Ага. Ну, вот, тут, конечно, да, достаточно релевантно, как раз, сравнение с Chia, с Filecoin и с Arbiv, да. И вот на каждый из этих отдельных случаев, вот, у них что-то, да, не так. Вот. В случае с Chia, как бы, место, которое выделяет пользователь для участия в блокчейне, да, оно просто так используется, то есть это в смысле того, что, вот, есть биткоин, да, и мы запускаем мощности, там, компьютеров, мы запускаем асики, там, и так далее, для того, чтобы, для того, чтобы майнить биткоин, да. Но по факту мы делаем какие-то абсолютные действия, абсолютно бесполезные действия, вот. То есть мы просто, как бы, жжем электричество, вот, жжем наши асики и так далее, вот, для того, чтобы, вот, сделать сеть более децентрализованной, вот. Но, то есть это хорошее дело, но, как бы, экология, это, как бы, тоже о ней стоит думать, вот. И вот в данном случае в Subspace мы, вот, как бы, будем хранить файлы, там, и хранить какие-то данные на блокчейне, вот. В случае с Filecoin, вот, там, на самом деле, хранилище само по себе, оно, оно мутабельное, то есть после какой-то момента, если, там, туда пошлешь картинку какую-то на блокчейне, ту же самую NFT, она может пропасть, вот. То есть ты арендуешь, как бы, время на блокчейне, ну, то есть арендуешь место на блокчейне на какое-то конкретное время. Вот, а в случае с Arviv, вот, он, как раз, тоже обладает мутабельным сториджем, вот. То есть там можно положить картинку, вот, она навсегда останется. Но там есть проблема с тем, что цена, получается, на... Цена на сам сторидж, она формируется, ну, как бы, не совсем рыночным способом, вот. То есть у нас, как бы, цена будет формироваться таким образом, что, вот, грубо говоря, можно просуммировать место, которое занимает весь блокчейн, вот. Можно просуммировать, сколько всего люди предоставили, как бы, места на блокчейн, вот. Разделить одно на другое и, вот, получить какой-то коэффициент, вот, репликации. То есть это, получается, это будет означать, как бы, сколько, сколько раз, как бы, твою конкретную картинку люди хранят, вот, у себя на месте, вот. И это, наверное, будет означать то, что, как бы, насколько блокчейн еще может, как бы, ужаться для того, чтобы сохранить еще какие-то данные, вот. И за счет этого, как раз, мы, там, можем формировать рыночную цену, вот, на место. Так, а вот ты сказала, что есть мьютабельные хранилища, а есть иммьютабельные. А у Subspace какой? Какой тип? Конечно, мьютабельный, вот, то есть, потому что, как бы, ну, то есть, мы это, то есть это уже вот и сейчас, вот, у нас есть, как бы, релэйер наш, вот. Мы сейчас, получается, бэкапим другие блокчейны, потому что, как бы, вот, сколько людей, как бы, которые, у которых есть свои ноды, хранят вот полную историю блокчейна, вот. Допустим, полную историю, как бы, биткоина, вот. Вот, ну, достаточно мало людей, вот. И мы создались вот такой целью, и сейчас мы, вот, бэкапим, получается, только дот, кусаму и, вот, кучу разных парачейнов, вот, уже сейчас. И вот, прямо от самого генезис-блока. А что это позволит дальше сделать, когда вы у себя на Subspace за бэкапите все крупные блокчейны? Что это позволит дальше сделать? Захватить мир? Нет, понятное дело, нет. Ну, то есть, у нас нет никаких претензий на то, чтобы захватить мир. В рамках того, чтобы... Ну, это так или иначе увеличивает интеграцию между разными блокчейнами. Мы, как бы, за общую безопасность, за общую децентрализацию и так далее. Это позволяет децентрализировать, как бы, то же самое Polkadot или кусаму. Вот. И, то есть, что это даст Subspace? Ну, вот, тоже факт интеграции с ними. В рамках того, что... Ну, вот, если мы будем валидировать это все на Subspace, ну, вот, наверное, можно будет мосты какие-то делать. Вот. Очень просто. Уже прям встроены, как в саму сеть. Вот. Звучит интересно. То есть, технически, тот факт, что вы можете записать и разместить на своем блокчейне в хранилище разные блокчейны, вы можете позволить, значит, выстроить мосты между ними. Как бы... И получается, что это и есть такой, как бы, cross-chain layer 1? Так, что ли? Layer 0 даже? Так, что ли? Ну, получается, да. Получается так. То есть, идея, как раз, именно в этом. Потому что, как бы, ну, вы слышали, как бы, проблемы про децентрализованных бриджей, в принципе, в эфир-экосистеме, там, в Саванной-экосистеме и так далее. Вот. Очень трудно сделать хорошие децентрализованные бриджи, вот, без каких-то дырок. Вот. И, ну, вот, в данном случае, как бы, можно... Ну, вот, эту проблему, по крайней мере, инфраструктуры для вот тех же самых бриджей, ее, как бы, можно решить вот на уровне, там, блокчейна. На уровне по-такому. Обалдеть. Ну, вот, может быть, ты наверняка занят разработкой, а мы серчим постоянно проекты. И вот проект, который, ну, вот, который напоминает то, что вы делаете, так он и называется, по-моему, Layer Zero, Stargate на нем построен. Может быть, ты слышал, он там сейчас хайпанул. Stargate. Он доходил до 4 миллиардов капитализации, при том, что что он сделал? Они всего лишь собрали, значит, Метамаск сети, там, Аваланж, Эфир, Бинанс, Полигон, и сделали между ними формилку в стейблах. И вот они уже стоят почти 4 миллиарда... Ну, стоили 4 миллиарда долларов буквально там до позавчерашнего дня. Stargate, по-моему, так называется, если я не ошибаюсь. И получается, что subspace идет по этому же пути, но я у Stargate не слышал, что он, короче, что у него есть фармеры, которые еще и вообще все-все-все записывают себе на сторидже. Поэтому в этом смысле вы, наверное, их превосходите. У меня такой вопрос, Иван. Имьютабельное хранилище. Что будет, если у людей, которые валидируют сеть и являются фармерами в subspace, начнут выходить из строя жесткие диски? Получается, все будет сгорать или что? Вообще, я вот до этого уже говорил по поводу факта репликации. Очевидно, эта фармер репликация должна быть больше единицы. То есть, как минимум, один раз какая-то картинка или какой-то файл должен быть сохранен на блокчейне. Но в идеале, конечно, это число должно быть достаточно большое. Ну, допустим, 10 или 100. Мы там в начале запуска Майнета думаем по поводу того, что это должно быть число около 100 или больше даже. Прости, репликация – это что? Это количество повторений одного и того же файла у разных фермеров, так? Да, да, да. И ты говоришь про 100? О, да. На самом деле, какие-то похожие цифры уже были, насколько я знал, у Arviva, наверное. Я не смотрел, но я вот предполагаю. Вот, и получается, что? То есть, если у кого-то фармера выйдет из строя жесткий диск, то как бы, ну, блокчейн сам увидит о том, что количество места всего блокчейна уменьшилось. Вот, и за счет этого увеличится цена для фармеров, и фарминг становится выгоднее. Вот, и за счет этого, как бы, ну, люди пойдут в магазины, купят новые жесткие диски и начнут фармить. Ага. Так, ну, слушай, у меня уже начинает фома развиваться внутри. Я уже, как бы, ну, так, мне кажется, что у вас что-то очень серьезное, действительно, что-то новое. Next big thing, как говорят. И очень хочется узнать про… Вот ты сейчас сказал, что люди могут купить, пойти купить сториджи себе. Вот у нас Вадим как раз, который тебя пригласил к нам. Спасибо Вадиму за это. Он нам прислал фотографию с просто там целой пачкой сториджев и сказал, все, я сейчас начну майнить subspace. Мы в недоумении, конечно. А вот расскажи нам, пожалуйста, поподробнее про майнинговую, там, testnet, поднятие нот. Какая у вас там программа? Можно ли нам еще к вам вписаться как-то? Ага. Хорошо, да. Сейчас как бы у нас запущен не incentivize testnet. То есть мы за него… Там награды там капают, какие-то токены, но это фантики. Вот. Они будут… Мы их сотрем, вот когда будет там incentivize testnet, за который уже будут какие-то награды выплачиваться. И там к майнету. Вот. То есть от этого ничего не останется. Но сейчас участвовать имеет смысл. Вот. Мы сейчас анонсировали, получается, челлендж. Stress Test Challenge. Вот. Сейчас у нас на текущий момент, как бы… Он, конечно, выполнен. Вот. Но все равно мы хотим посмотреть, как будет нагружена сеть. Вот. Для того, чтобы там лучше подготовиться к incentivize testnet и к майнету. Вот. Сейчас у нас в районе, получается, 8 тысяч нот. Вот, насколько я помню. И сейчас тоже в этом все можно участвовать. Вот. Вот, как бы… Наша нота, как бы, называется farmer. Вот. Есть такое, типа, именно очень частое понятие, вот, именно в бакчейнах, которые связаны с местом. Вот. Именно farmer. То есть, в контексте биткоина, вот, в контексте биткоина мы говорим майнер. Потому что, как бы, там у нас используются, там, CPU и так далее. Вот. В случае с, там, с proof of storage, бакчейнами или proof of capacity, там используется понятие фармера. Вот. Потому что они сейт и жнут. Вот. И, получается, сейчас можно поучаствовать в нашем тест-челлендже. Вот. И получить за это какие-то преференции, вот, в дальнейшем, возможно. О, кайф. То есть, просто смотри, мы в воскресенье, вот я, например, я заболел, но я проснулся в воскресенье очень поздно. Открываю и смотрю, что у subspace, а мы думали уже, что во вторник ты к нам придешь, все расскажешь, и мы дружными рядами, как бы, пойдем. Я смотрю, а там уже вот этот вот стресс-тест-челлендж. Ну, и мы скорее, ребята, там, в воскресенье, быстро все заходим в subspace. У нас, наверное, человек 10-15 зашло в subspace, делали по 1-2 ноды, или, я не знаю, 2 фермерских, 14 фермерских хозяйств они завели. Вот. И потом очень быстро число достигло 5000, уже в понедельник, по-моему, уже вчера это было. И мы как-то все дальше люди стали спрашивать, кто в понедельник заходит в интернет, типа, а что нам делать дальше? Мы им сказали, я им сказал, все равно продолжайте делать, потому что в дискорде, вот, там, я уже, я не помню, Назар, кажется, зовут, тоже инженер, он сказал, что мы всем, мы всем скажем спасибо, и я, и вот уже 8000. А теперь, после эфира, я так понимаю, что мы еще по нескольку штучек сделаем. А сколько это продлится, этот стресс-тест-челлендж? Он продлится до инцентивайста с нета, вот, и, ну, наверное, тут Диана лучше может рассказать на этот счет, вот, насколько понимаю, да. Да, отлично. И Иван пасует по Диане. Игорь, погоди, погоди. Да, прошу прощения. Арбитр прошелся. У меня просто был еще вопрос, у меня был еще вопрос к Ивану по поводу ферминга, по поводу фарминга вот на Subspace, да, то есть ты говоришь, что, как я понял, у вас используют, вот, есть два, так сказать, консенсуса, это Proof of Capacity и Proof of Storage, вот, и они, как бы, вроде бы не одно и то же, да, и, насколько я знаю, у вас используется Proof of Storage, то есть, там, в чем отличие этого консенсуса от остальных, от того, что было у Чио, допустим, да, то есть, насколько я знаю, опять же, исходя из сервера в Дискорде вашего, что для фарминга Subspace можно использовать даже, там, просто HDD диски, а не как это было в Чио, да, когда все покупали SSD-шники и в итоге накупили и, там, обанкротили рынок и еще и не окупились, нифига. Вот, расскажи про это, пожалуйста. Ага. Ну, на самом деле, это все, конечно, тонкости, в чем различие консенсусов, но вот Proof of Storage и Proof of Capacity, ну, на самом деле, Proof of Storage, это частный случай Proof of Capacity, вот, только Proof of Storage, он еще, как бы, хранит какие-то полезные данные, вот, и вот у нас Proof of Archival Storage, вот, которым еще можно, там, запускать какие-то смарт-контакты и так далее. И, получается, вот, различие, да, в том, что, как бы, мы более демократичны, вот, именно, вот, в каком-то прагматичном смысле, то есть, у нас можно приходить с любимым количеством места на диске, вот, и, ну, то есть, по крайней мере, там, в ближайшее какое-то время, вот, выкатится новое обновление, и там можно будет с любым количеством места, как бы, использовать blockchain, вот, заниматься валидацией его и так далее, заниматься сервисом. Ну, то есть, основное отличие вот какое-то такое, и, то есть, мы более щадяще, как бы, относимся к, там, к этим же самым жестким дискам, вот, то есть, в случае с ЧИА, да, понятное дело, там, было куча ситуаций с тем, что, ну, как бы, люди просто так сжигали, сжигали те же самые SSD, вот. Так, у Ивана звук отключился, мне кажется, Иван. А, не, не, я закончил, да, просто. А, окей. Вадим, ну, ты, ты уже рассказал о своей идее, построить себе дом из SDD вместо кирпичей. Ну, не SDD, а из HDD. HDD. Да, ну, у меня была еще более крутая идея, у меня с обучением в МГУ остался Google Диск, у которого бесконечное хранилище данных, вот, и я подумал, что его можно как-то подключить к, так сказать, ну, через... К фермерству, завести там фермерское хозяйство. Вот, и у меня сейчас, по сути, да, он работает, но он работает очень медленно, и мне интересно, что из этого получится. Ну, ладно, это уже опустим. Это вопрос. Ну, вообще, а возвращаясь к вопросу, который мы адресовали Диане, да? А какой это там вопрос был, Игорь, напомни? А вопрос был такой, что Иван передал слово Диане, чтобы она рассказала нам подробнее про интенсивайст, не интенсивайст, про амбассадорку, не амбассадорку, про все то гуманитарное, об этом проекте, что вот только можно. Окей, хорошо, давайте я начну. Ну, сначала про стресс-тест. У нас на самом деле есть две цели для этого стресс-теста. Первое – это действительно нагрузить сеть, нашу тест-нет-сеть, чтобы проверить, как много нот мы можем поддерживать, сколько мы найдем багов за все это время, как капают монетки, все ли этим довольны, баги и так далее. В общем, все вот это вот. Во-вторых, мы хотим понять, сколько людей мы можем ожидать при запуске тест-нет-сеть с наградами, потому что все, что происходит сейчас, это на самом деле действительно очень много людей пришло за несколько суток буквально, у нас очень сильно выросло сообщество за это время, но при запуске тест-нет-сеть с наградами все это можно умножать на x100. Поэтому мы сейчас пытаемся немножко прогнозировать, сколько людей мы можем ожидать, сколько нот мы можем ожидать, как мы будем поддерживать всю эту толпу людей. Поэтому мы сейчас во многом тестируем то, что будет, когда мы запустим тест-нет-сеть с наградами. Так что это подлится еще несколько недель точно. Я не могу точно сказать, будет ли это прямо вплоть до тест-нет-сеть с наградами, мы посмотрим. Но пока что это будет точно продолжаться несколько недель. Поэтому если у вас есть свободное место на вашем компьютере, вы можете в любой момент отключиться. Это очень легко сделать. Пожалуйста, не используйте юзер-гайды, попробуйте использовать, разобраться наш фистиальный гайд, потому что сейчас мы встречаемся с огромным количеством проблем из-за этого. Что касается дат, сложно сказать насчет дат. Пока что мы тестируем и не хотим, знаете, выпускать сырой продукт, особенно если это будет продукт с наградами. Но мы планируем в течение нескольких месяцев запустить тест-нет с наградами. И уже, вероятно, к концу этого года запустить майнет. Обалдеть. Очень круто. Кстати, про простоту запуска я подтверждаю, потому что там гайд, в отличие от других сетей, от других нод, он буквально умещается на одной странице А4, если зайти на GitHub. И для людей, которые там боятся командной строки, а такие есть среди нодеров, как ни странно, там есть специальные дестоп-приложения, которые буквально делают там все за тебя. И кошелек тебе создает, и вообще, короче, это настолько все демократично, что я считаю, что попробовать должен каждый. Должен каждый поделиться своим вот этим местом на жестком диске лишним, да, вот с таким классным проектом, как Subspace. Вадим, а ты скажи, пожалуйста, ты на Windows ставил? Да, я ставил на Windows, но и для Linux все то же самое. Все тоже есть десктоп, тоже есть гайды. В общем, все документировано и очень подробно расписано. Плюс у них есть в Дискорде канал, где техподдержка отвечает очень быстро. То есть там буквально только поступает вопрос, ребята сразу отвечают. Поэтому вот, ребята, вам мой личный респект за это, потому что мало такое есть где вообще. Вот. И у меня еще один вопрос к Диане есть по поводу, как это сказать, по поводу стадии развития. Вот тестнет, тестнет, да, и вот если говорить в терминах, раундах инвестирования, раундах развития проекта, да, на какой, на каком этапе вы находитесь, и есть ли еще для инвесторов какие-то возможности инвестировать в ваш проект? У нас было всего два раунда. Первый раунд был СИД, еще до большой разработки, чтобы поддерживать первую команду. Мы собрали тогда 4-5 миллиона. Был статиджик раунд, тот раунд, про который вы знаете, самый большой. Возможно, будут раунды впереди, но я не могу сказать, если они будут доступны для частных инвесторов. Мы можем точно сказать, что перед запуском Майнета будет Community Sale, в котором могут поучаствовать люди, которые сейчас запускают ноды, запускают стресс-тест. Это я могу сказать, но, к сожалению, про следующие раунды я не могу сказать информации. Зато мы можем, Диана, если что, если вдруг, мы в VentureNet DAO, мы проинвестировали в два проекта, и в третий будем инвестировать завтра. Один – это Cross-Chain Protocol AVA, второй – это XDAO, это конструктор для децентрализованных автономных организаций. Третий – это Reputation Layer для Web3, там, когда кошельки будут показаны, связаны они со скамерами или не связаны. Вот мы в каждый из этих инвестировали, там, по 25-50 тысяч долларов, и мы считаем себя, что вот мы с ними как бы в одной лодочке. И мы, ну, мы каждый день буквально, мы топим за них. Поэтому, если вам захочется взять маленькую гордую команду к себе на борт, нас там 64 человека пока что, то мы с радостью абсолютно, там, нашу маленькую долечку внесем и будем очень громко об этом всем рассказывать. Вот, так что имейте в виду. Я вам буду иметь в виду. Хорошо. Так, Диана, я вот, Вадим, задал вопрос, когда вы закончили. А у меня, а у меня был, вот, тоже, у меня был тоже вопрос. Так, значит, сейчас ненаграждаемый тест-нет, стресс-тест, он продлится еще две недели. А люди, которые… Да, как минимум. Люди, которые в нем поучаствовали, так или иначе, они все равно получат какую-то преференцию. Возможно, они получат право на этот сейл, комьюнити сейл, раунд. Да. Ну, наверняка даже они это сделают. А кто-то даже получит место в оплачиваемом, ну или как он, интенсифицированном тест-нете. Вот, правильно? Кто-то? Ну, по крайней мере, мы сейчас думаем так. Я, опять же, не могу ничего обещать. Очень много разных moving parts. Поэтому, вероятно, вероятно, да. Вероятно, либо обе эти преференции, либо одна из них будет. А сколько… И вот тут вот мы подходим к главному вопросу. Вот вы говорите, мы хотим измерить число людей, вообще сколько это будет людей. А сколько вам нужно будет нод через два года, когда вы войдете в пик? Ну, когда вы начнете работать, все. Все у вас будут хранить свои данные. Государства будут у вас хранить свои там данные, историю болезней, судебное разбирательство, штрафы ГИБДД. Все будет на subspace. Сколько вам нужно валидаторов вообще? Фермеров? Окей. Я могу сказать, что это будет решать маркет. Мы по факту будем строить блокчейн, но этот блокчейн будет поддерживать две стороны маркета. Первая сторона маркета. Вот вы сейчас сказали, что есть организации, есть блокчейны, есть люди, которые хотят хранить информацию. И вторая часть – это будет фармеры, которые будут предоставлять это пространство. Чем больше будет людей, которым нужно будет эту дату где-то хранить, тем выше будет стоимость монеты, тем выгоднее будет фармить, тем больше людей подключатся и будут держать ноду. Так. И наоборот. Поэтому по факту это даже не от нас зависит. Будет зависеть от того, насколько будет популярен блокчейн, насколько будет популярно на нем удержать какие-то данные. Так что это даже не мы будем решать. Диана, а вот еще такой вопрос. Насколько я понял из твоего спича, ты была еще в seed round тоже уже с командой, в команде. И поэтому ты, наверное, от истоков довольно издавна знаешь про subspace. А расскажи, пожалуйста, про команду, которая вокруг Ивана еще там есть. И там есть, и там. Кто эти люди? Какой у них бэкграунд? Что с безопасностью? Аудит, не аудит? Ну, какие-то такие вещи, которые тебя вдохновляют. Вдохнови нас. Ну, наверное, самая большая вещь, которая меня вдохновляет, это наша цель. Мы действительно хотим построить большой децентрализованный блокчейн, который позволит людям фармить и получать какой-то пассивный инкам каждый день, используя всего лишь их компьютер, вероятно, в будущем телефоны. И, в общем-то, цель, как и сказал Иван, не создать блокчейн, который будет, блокчейн rule them all, но блокчейн, который соединит очень многое в экосистеме, которые сейчас по факту, это маленькие экосистемы, маленькие части общей системы крипты. Но мы хотим как-то вот соединить очень много частей, которые сейчас разрознены. У нас есть два кофаундера, Джеремая и Назар. Джеремая здесь находится в USA. Он большой криптоэнтузиаст, криптохакер. И они с Назаром, Назар, кстати, сейчас находится на Украине, он наш CTO, и Джеремая из НашСео. Они стали работать над Subspace давно. Впервые они получили грант в 2018 году от правительства США, по факту. Это грант на исследовательскую работу. То есть они просто сначала получили небольшой грант, который им позволил более плотно заниматься разработкой, не как хобби, а вот именно фулл-тайм заниматься разработкой. Они разработали первую версию, они написали white paper. Благодаря этому они собрали первый раунд на 4,5 миллиона. После этого Назар и Джеремая стали собирать команду. Наша команда делится на две большие части. Первая часть – это бизнес, вторая – это инженер. Я здесь со стороны бизнеса, и вам с трей инженеров. Но мы все работаем очень близко, в очень такой сцепке, потому что блокчейн – это всегда такая сцепка бизнеса и технологии. У нас не очень большая команда сейчас, где-то 12-12 человек. Но мы ищем много людей. Я думаю, что в конце этого года мы вырастем до 100 человек в команде. Примерно так. Вот это да. В 10 раз. 10x в Subspace просто за один год. Ну и, соответственно, считайте, что мы уже с вами рядышком. Не внутри, конечно, но мы рядышком. Идея очень понятная, действительно амбициозная. И про это все говорят, что тот, кто позволит всем инструментам DeFi мира взаимодействовать через нажатие одного приложения, тот и победит. И вы нацелились именно на это. Это очень здорово. Я тоже вдохновился. Мы всех наших ребят обязательно дотолкаем до того, чтобы они установили себе хотя бы одну ноду Subspace, чтобы не пропустить community sale, возможно, testnet, а возможно даже, что они потом попадут в основных валидаторов. Как я понимаю сейчас, вы хотите сделать действительно очень много валидаторов. Ну, это будет зависеть от того, соответственно, ну, от рыночного спроса и предложения, короче, от того, насколько это будет выгодно. Это все очень в духе прозрачности и рынка. И, на мой взгляд, это действительно прям классно. То есть мы точно не... Если мы будем нужны, мы будем там. А если это будет слишком дешево, то, соответственно, зачем тогда туда заходить? Все очень продумано. Ну что, друзья, мы, в принципе, вот 40 минут сейчас общаемся. Давайте мы тогда, возможно, сейчас три вопроса... Вот у нас же все-таки люди нас смотрят. Три вопроса мы сейчас выслушаем. Для этого нужно поднять руку, там, нажать на ладошку. Ладошка поднимется, и я включу звук, микрофон. Микрофон. И мы... Так, я вижу, я вижу, что Вадим... Я поднял руку. Давай, да. Почему три? Я думаю, у людей может быть много вопросов. Думаю, мы никуда не спешим. Если нет, то поправьте. Мы с тобой точно. Ладно, первый вопрос, который меня лично интересовал. Основное, вот, как я понял, одно из основных отличий Subspace от той же Чи является наличие смарт-контрактов. Будет ли Subspace как-то поощрять команды разработки на своей сети, как это обычно делают, тот же Secret делает, да, в общем. Ну, это такая принятая штука, что для развития экосистемы там поощряются разработчики, смарт-контрактов именно. И вопрос, планируется ли что-то похожее у Subspace. Диана, расскажешь? Да, конечно. Да, мы планируем в будущем сделать грантовую программу и проводить хохотоны для разработчиков. Это действительно очень важно для нас, сделать хорошую среду для разработки. И поддерживать разработчиков. Иван, если тебе что добавить? Нет, в целом нет, да. Очевидно, это находится в планах. Это очень важный аспект развития любого блокчейна. Вот, в первую очередь, фокус на его комьюнити. Вадим не говорит, но я подозреваю, что он хотел бы взять и разработать какое-нибудь приложение на Subspace. Вадим, извини, если я тебя сдал. Я бы не то чтобы хотел, да. Я этим займусь сразу, как у вас откроется гранатовая программа. Но, ладно, про это попозже. У нас еще есть вопрос от Ильшата. Ильшат поднял руку. Нужно сейчас ему включить. Вот я включил звук, Ильшат, мы тебя слышим. А я его выключил, чтобы вас нет. А мы тебя все равно включили. Приветствую участников конференции этой. Знаете, очень интересный ваш проект. Я знаю некие подобные истории в прошлом, когда дело касалось, так скажем, совмещения, хранения информации и блокчейна. И эти истории действительно очень хорошо выстрелили. Но мне к вам вопрос касаемо безопасности, чтобы понять, насколько велик, так скажем, потенциал рынка, который вы можете захватить. И этот вопрос звучит так. Получается, любой фармер хранит у себя информацию на жестком диске. Самый основной вопрос безопасности – имеет ли он доступ к этой информации? Может ли он, в свою очередь, злоупотреблять эту информацию? Спасибо. Я не с тем понял, что это имеется в виду. То есть информация, на самом деле, она хранится публично. Но есть доказательства с помощью криптографии, что определенный фармер действительно хранит определенные данные. Причем, если у него 10 одних и тех же файлов, то они хранятся уникальны. Это действительно 10 разных копий одного и того же файла. То есть такие гарантии предоставляются. Но сама информация хранится открыто, но никто не мешает, на самом деле, зашифрованные данные уже отправлять на блокчейн, если они достаточно нуждаются в конфиденциальности. Понял. То есть, допустим, есть какая-нибудь государственная служба, которая хочет воспользоваться вашим блокчейном для того, чтобы хранить информацию, конфиденциальную информацию, которую законом требует просто защита. Соответственно, они не могут ее в чистом виде поставить, но при этом они могут зашифровать ее и отправить, ну, зашифровать понятным им кодом, который они потом смогут расшифровать, и в таком виде поставить к вам, получается, на блокчейн к вам. Да, Ильшат, да. Все равно так. То есть можно использовать причем любой шифр, очевидно. То есть какого душе угодно. Хоть, не знаю, хоть кузнечик, хоть АЕС. То есть, значит, получается, подводя итог к моему вопросу и вашему ответу, что, соответственно, вы решаете одну из проблем. Это, так скажем, ресурс какой-то определенный, облако, безопасное облако для хранения какой-то информации. Да, это проблема в том числе. Но только это не просто хранение информации, это интерабилити разных блокчейнов и хранение, соответственно, всей информации всех блокчейнов. Если у вас получится, вы, конечно, станете просто… Я даже не знаю. Вот это вот… У меня в воображении всплывает огромная черная планета, где Дарт Вейдер там главный. И вот она летит в космосе. Все блокчейны она на себя затянула. Это, конечно, очень амбициозно. Не, ну это в первую очередь, наверное, должно быть удобно. Вот, то есть, как бы, если это не будет удобно, люди не будут пользоваться. Вот, но я искренне надеюсь, я думаю, что действительно, как бы интерабилити, то есть, как бы, совместимость разных блокчейнов, это действительно большая проблема. Вот, конкретно, например, в случае с бриджами, вот это, как бы, это очень важная проблема для меня, потому что сетей реально очень много. Это какие-то маленькие, там, изоленые экосистемы. Вот, единственный способ, кого пройти там между ними, это мосты, но они не всегда есть, и не всегда между всеми блокчейнами. Вот, так что... Слушай, Иван, а вот мы уже в третий раз касаемся вот этой интерабилити. Ты можешь хотя бы дать нам вижн, как это, в принципе, будет, ну как это вообще будет выглядеть? Это каждый раз, это что? Ну как? Ну, условно говоря, там, есть и RC20 стандарт, там, и кошельки там такие, и блокчейн там такой. Есть там Космос, есть Solana, есть NIR. У них у всех разные кошельки, разные блокчейны, разные форматы консенсуса, вообще все разное. Как это все, как можно вызвать из одного блокчейна в другой через Subspace, ну, сделать вызов удаленный? Ну, в этом плане, как бы, то есть уже существуют мосты, вот, и, получается, в случае с мостами вот такая же проблема, как бы, буквально и решается. То есть у тебя есть два блокчейна, да, которые сами по себе, ну, блокчейн сами по себе достаточно изолированные штуки, такая идеальная математическая модель, вот, и какую-то информацию из нее туда принести, как бы, очень сложно. А тут нужно, как бы, целый блокчейн, как бы, принести в другую экосистему, вот, и вот в случае с Subspace получается, как бы, мы уже, по сути дела, мы уже, как бы, архивируем всю историю, вот, нам нужно ее, как бы, валидировать, вот, еще, и после этого момента, по сути дела, у нас уже внутри нашего блокчейна, уже наша экосистема будет владеть, как бы, всей историей, там, полкодота, допустим, вот, не допустим, можно будет достаточно просто переносить, как бы, те же самые токены, которые есть, там, сети полкодота, вот, или то же самое, там, можно заменить полкодотный эфир, вот, переносить с эфира, там, ERC-20 токены на Subspace, вот, более интересны, там, другие случаи, допустим, с теми же самыми NFT, вот, то есть, как, переносить, получается, бриджить, вот, именно какие-то уникальные, какие-то сущности, вот, что еще делать, как бы, с NFT-артами, вот, то есть, которые тоже можно уже хранить на блокчейне, вот, такая история. Уязвимость, ну, условно говоря, у нас, вот, есть проект, который мы как раз проинвестировали, мы ждем уже, когда мы сможем валидировать ноды, рилейеры, вот этот вот cross-chain протокол AVA, и там проблема такая, что, значит, если кто-то взломал один блокчейн, а там cross-chain тема, то есть, там есть хаб, к которому привязаны все блокчейны, если один из них взломан, и, соответственно, он начинает пытаться съесть, там, выкачать всю ликвидность, то, ну, это, в общем, угроза. Понятное дело, что ноды это увидят, заблокируют там его, и на какое-то время, до выяснения обстоятельств, но сколько-то он успеет там скушать ликвидности. А, ну, если уже сейчас понимание, как сделать безопасным subspace, если хотя бы один из этих блокчейнов, которые вы на себе запишите, и будете перекидывать токены и NFT-хи, а вот этот блокчейн, раз, он, допустим, взломан, и у него там такое написано, что все ему должны, условно говоря, когда subspace обнаружит этого негодника, и его остановят, заблокируют. Ну, тут, тут получается, нужно поговорить, как работают в целом мосты, вот так, для того, чтобы понимать примерно, как бы, про что речь. Получается, там, в идеальном случае, децентрализованные мосты, они вот не полагаются на то, на ту версию, как бы, блокчейна, который, 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 как бы, может транслировать какая-то, какая-то нода. То есть, допустим, вот, я могу запустить свою ноду биткоина, вот, и соврать о том, то, что, как бы, я владею одни миллионы биткоинов. Вот. Это, это, понятное дело, не так. Вот. Я, я вам соврал. И вот, для этого нужен консенсус, вот, нужны, там, точки зрения, как бы, разных нод. И вот, в таком случае, как бы, если, если уже мост децентрализованный, тогда, тогда не требуется, ну, тогда, как бы, взлом отдельной ноды, получается, он не повлияет. А если не ноды? А если не ноды? Если атака 51 на полкодоте, раз, и они врут. Вот они врут. И это записывается на Сабспейс, что им там все должны миллиард стейблкоинов. И это, это попадает к вам в запись, и, ну, там, не знаю, полкодот, или кто там, Кусама начинает вызывать контракты в других сетях, которые тоже на Сабспейсе начинают накачивать себя, там, не знаю, стейблкоинами. Начинает их, как бы, собирать. Как вы это, ну, быстро выключите, остановите? Я, может быть, глупый вопрос задаю, но, в меру своего понимания просто хочу понять, как это, где безопасность у такого рода. Не, не, вполне себе хороший вопрос, да, я просто не совсем сначала понял. Не, в таком, в таком случае, понятное дело, да, это очень плохая ситуация, вот, но на самом деле Сабспейс, он, он валидирует, как бы, блоки, которые приходят извне, то есть, ну, допустим, да, даже в поликодоте у какого-то стейкера может быть 51%, вот, и он может подбирать какие-то транзакции, вот, в блок, и, то есть, ну, то есть, выбирать, получается, что пойдет в блок, а что нет. Вот, в таком, в таком случае, как бы, нам будет все равно приходить блок, мы его все равно будем валидировать. Если там, как бы, какая-то нота нечестная наминтила себе кучу монеток, вот, то, понятное дело, мы это не свалидируем просто. То есть, мы тоже участвуем по факту в консенсусе поликодота и так далее, вот, в той или иной степени. Ага, так, я понял. Поэтому это безопасно, то есть, гарантии именно вот смарт-контрактов, каких-то там, вот, именно самого блокчейна, они там не будут сильно нарушены. Понятное дело, вся сеть будет зацензурирована в какой-то степени, вот, это очень плохо. Я понял, что наоборот даже, то, что все записывается в subspace, получается, чтобы откатить назад, нужно будет еще и subspace захватывать. То есть, это еще какие-то сложности невероятные. А если у каждого в гараже и в подвале, как у Вадима, будет по ноде, то это сделать будет вообще там архи сложно. Все, я понял. Мой, мой как бы вопрос абсолютно закрыт. Я для себя уловил. тему безопасности на subspace. Вот, благодарю за ответ. Хорошо. У меня есть вопрос. Давай. Вот, как у человека, да, у которого будет криптогараж в скором времени. Криптодворец. Криптодворец, да, и дом из HDD дисков себе построил, как в Майнкрафте, из блоков. Вот. Вопрос такой, чем отличаются ноды от фармеров, почему такое разделение решили сделать и как бы, как это все совмещать. То есть, если, допустим, мы хотим всем сообществом там скинуться на HDD диски, поставить себе суперкомпьютер дома, да, и каким образом действовать. То есть, мы ставим ноду, и на одну ноду загоняем там 100 фармеров. Или мы ставим 100 нод, и на каждой ноде по фармеру делаем. Или мы делаем там 100 виртуальных машин, и ставим по одной ноде, по одному фармеру на каждую виртуальную машину. Вот. Такой вопрос. Блестящий вопрос, Вадим. Спасибо, что ты не забыл его задать. Потому что мы же реально хотим, чтобы Вадим нам создал гигантскую корпорацию subspace. Да. Нет, на самом деле, да, действительно отличный случай. Вот. Почему есть разделение на ноду и фармера? Как раз потому, что нода, она буквально участвует в консенсусе. А фармер, он буквально занимается тем, что решает какие-то головоломки, хранит данные, и потом посылает решение. Вот на эти головоломки, вот именно ноде, то есть именно вот, именно технически оно вот так устроено. И, по сути дела, фармер, он может меняться. То есть, допустим, у нас есть биткоин, майнер, да, то есть, как бы там используется CPU, а у нас используется типа диск, поэтому у нас называется фармер. И в случае с биткоином у нас есть разные именно программы или там разные железки, которые занимаются майнингом. Вот. И мы вот ждем чего-то такого же на самом деле. То есть, то, что будет комьюнити, и то, что это комьюнити, допустим, как когда-нибудь сделать фармера, или там сделать свои, собственно, какие-то асики, которые будут очень хорошо справляться с тем, чтобы, ну, вот кодировать маленькие кусочки, вот именно данных, участвовать в консенсусе, ну, и так далее. Вот. На самом деле, вот в случае, когда у нас есть фармер, и мы хотим закупаться дисками, вот, в таком случае я сразу хочется сказать то, что на самом деле, как бы блокчейн очень эгалитарный, прям вот невероятно. И вот мы действительно, как уже Диана сказала, хотим, чтобы в придаем момент люди смогли запускать тех же самых фармеров на телефонах, вот. И уже сейчас можно просто взять там запалившийся жесткий диск, который у вас лежит, и поучаствовать в тестнете, вот, даже на своем компьютере. Не обязательно арендовать какую-то ноду и так далее. Вот просто запускаете какое-то GUI, наше GUI-приложение, вот, и в пару кликов запускаете фармер, и у вас, как бы, вот уже готовая нода. Да. А что делать, если мы группой людей вот собираемся зафармить? То есть, как лучше делать, как совмещать эти ноды и фармеры? Ну, на самом деле, вот именно вот этот GUI-шний фармер, которая окошечка, вот, очень красивая, которую можно нажать несколько раз далее, и все готово, вот, оно делает и то, и то. На самом деле, вам нужно просто запустить две программы каждому. Вот. Какого-то смысла заниматься фармингом вместе, вот, на самом деле, его очень мало. На самом деле, даже ухудшает децентрализацию сети. Вот. Ну, то есть, вы объединяетесь в одном месте, запускаете диски свои, вот, и ждете наград. Ну, как бы, вот, каждый из вас, наверное, может какие-то награды украсть друг другу и так далее, вот. И участвовать вот в совместном действии, как в ЧИ, вот, то есть, когда у вас там есть какие-то пулы, вот. Смысла тут вот в Сабспейсе очень мало. Вот. Это как раз был изначальный вот фокус, там, Назара и Джеромая, вот, наших SEO и СТО, как раз, чтобы избавиться от случая пулов, вот. Потому что, ну, вот, в случае с пулов, особенно с, с привилегированными пулами, то есть, которые, которые уже не встроены в протокол, вот. То есть, когда люди там друг другу, там, раздают свои приватные ключи, вот. И потом все вместе маймят, фармят, вот. Это, на самом деле, очень опасная ситуация. Вот. Там, я вот помню, месяца два назад, получается, вот, в блокчейне Монеро, вот, вот один пул, он захватил больше 50% кэшрейта в всей сети, то есть, 51%, как бы, атака, она вот уже произведена была на Монеро. То есть, они, правда, не атаковали блокчейн, вот, они там, это честный пул, вот, но все равно, именно вот пулы могут создать такую ситуацию, вот, очень неблагоприятную для безопасности. То есть, с точки зрения консенсуса, это нежелательно, желательно, чтобы каждый человек у себя запустил отдельную фармер. Да, все равно так, да. И поэтому, как бы, на самом деле, каждый может запустить у себя свою ноду, и, на самом деле, требования очень низкие. Вот. Но вот то, что ты сказал, это ведь распространяется только на ноды, потому что ноды участвуют в консенсусе. То есть, допустим, если просто много человек хотят получать награду на свои кошельки, и хотят просто как-то делить одно дисковое пространство, им достаточно запустить одну ноду, и поставить много фармеров на нее, каждому из фармеров подключить свой кошелек. Вот в этом, как бы, консенсус не будет нарушаться. Правильно я понимаю? Ну, да, на самом деле, да, не будет. Но, сейчас, на самом деле, смысл, как бы, делиться общей, общей именно, вот, как бы, нодой, именно в нашем понимании, то есть, как бы, как программы нодой, вот очень мало, вот, потому что она не очень требовательная, вот, то есть, основной упор, как бы, на фармера, вот, то есть, он требует очень много диска, вот, в самом начале, он требует чуть-чуть нагрузки на CPU, вот, потому что, ну, там, нужно запускать определенную криптографию, для того, чтобы быть уверенным, то, что вы действительно храните что-то на своем диске, вот, но, в общем, в общем случае, как бы, требования к ноде, они очень маленькие, вот, поэтому ничего не мешает, как бы, запустить свою, именно, вот, свой бинарник ноду, вот. Может быть, я могу немножко объяснить здесь тоже. Вообще, моя история началась с того, что я стала фармером чьи, и как многие фармеры чьи, вначале, они давали очень много обещаний про то, что вы можете получать 5 монет и 10 минут, но это очень быстро подошло к концу, естественно. Мы стараемся управлять ожиданиями, и сразу говорим, что заполнять ваш гараж харддисками, скорее всего, вы не получите ретерн своих инвестиций, как-то по-русски. Рои, ну да, ретерн оф инвестинс. Возврат, возврат на вложенные средства, вот так. Именно. Этот блокчейн, этот консенсус был задуман таким образом, что вы можете использовать свой домашний компьютер с очень низкими требованиями, использовать свое уже существующее пространственное диски, и будете получать награду, которая будет там, ну, капать, наверное, там, каждую неделю или около того, и при этом вы не обязаны будете использовать никакие пулы, потому что сам протокол дизайнен таким способом, что пулы просто не нужны. Вы как маленький фармер, даже если вы, господи, даже если вы отдадите не так много своего дискового пространства, вы все равно будете получать какую-то награду с какой-то определенной частотой. Поэтому, в отличие от ЧИИ, мы реально, мы просто действительно хотим немножко охладить хайп, немножко снизить ваши ожидания. Мы не говорим вам сейчас, чтобы вы бежали в магазин и покупали хардиски, потому что, скорее всего, это будет похоже на кейс ЧИИ, потому что все-таки смысл в том, и мы работаем на то, чтобы каждый человек мог использовать свой домашний компьютер для фарминга. А ведь разве люди, у которых больше дискового пространства не получат, больше шанс зафармить блок? Как это будет работать? Ну да, действительно, это так, но просто вопрос в том, когда вы вернете эти инвестиции, через два года, через три, сколько вы сами готовы ждать, чтобы получить этот ретерн? Да, тут просто искать про то, что у вас, так или иначе, просто есть какие-то жесткие диски, которые где-то, так или иначе, есть. У меня в компьютере, у меня в ноутбуке, какой-то внешний жесткий диск, возможно, и так далее. И вот это та вещь, которую вы, так или иначе, уже купили, а можно ее как-то использовать еще по другому назначению, получать какие-то пассивные награды. Ну, хорошо. Тогда вот я в этой же стезе вопрос задам. Где тот потолок, который, ну, между человеком, который майнит у себя на телефоне и между человеком, который собрал себе суперкомпьютер с терабайтами, экзабайтами. То есть человек, у которого есть бесплатные экзабайты, он захочет ими воспользоваться. Насколько больше он будет в пропорции зарабатывать, чем человек, у которого мало места на жестком диске. То есть пропорция. Вот интересует пропорция. Ну, получается, ну, получается, зарабатывать он будет больше, ну, то есть функция сама по себе линейная. Вот. То есть если у вас два раза больше места, то вы будете зарабатывать в два раза больше. Это, конечно, да. Вот. Но, понятное дело, экзабайтов места, как бы, бесплатных не бывает. Вот. Они все равно где-то хранятся. И так или иначе, там, какое-нибудь облако для протокола использовать не получится. Вот. И поэтому, как бы, так или иначе придется использовать какие-то именно жесткие диски, которые есть там локально, либо используют какие-то компьютеры, которые вы будете арендовать. Вот. И они все равно стоят денег. Вот. И, понятное дело, хочется, чтобы эти инвестиции как-то окупались. Вот. Но, к сожалению, как бы, вот, ну, это будет определяться рынком, в общем. Будет ли это выгодно или нет. Вот. Стоит просто это правильно понимать. Ну, если же. Мы даже не можем спрогнозировать это все дело. Конечно, конечно. Это имеет смысл, потому что, если стоимость, как бы, наград растет линейно, да, а цена за хранилище, она растет не линейно, она растет, там, ну, больше экспоненциально, потому что, чем больше, там, диск пищает, тем он больше просто стоит. Вот. То есть, если можно купить два диска по 500 гигабайт, ну, грубо говоря, получить терабайт, там, за тысячу рублей, да, то диск емкостью 6 терабайт уже будет стоить вам, там, 12 тысяч рублей. Ну, вот, в этом смысле это невыгодно. Вот. Поэтому, да, действительно, и, кстати, вот, кто фармит на облаках, как я понимаю, вот, то, что сказал Иван, это как раз-таки и значит, то, что, арендовать какие-то облака гораздо будет более невыгодно. Вот облачный майнинг сейчас же популярен, да, арендовать облака как раз-таки может оказаться не так выгодно, как просто запустить ноду из тебя на компьютере. Вот. в пропорциях как бы возврата своих инвестиций. Очень интересно. Да. Вообще, нода потребляет не больше, чем потребляет ваш браузер. Кто-то даже сравнивал нашу ноду с калькулятором. Поэтому смысл в том, чтобы вы, например, одновременно работали на своем компьютере и одновременно там была нода, например, она не будет сжирать работы у вашего компьютера ежедневную. Да, в этом, в общем-то, и смысл. Обалдеть. Вот так вот мы и пришли к полной эгалитарности, полной децентрализации. Мы с Вадимом просто уже подумали, сделать бы нам действительно такой вот с этими жесткими дисками пульчик. Но теперь понятно, что здесь просто это не имеет смысла. Здесь имеет смысл именно лучше побольше нод поставить, там, побольше устройств задействовать, чем попытаться все это централизовать, как-то собрать какую-то большую историю. Это покажет рынок, насколько это будет выгодно. Вдруг действительно цена SubspaceCoin будет настолько высокой, что люди задумаются о том, чтобы ставить себе целые сервера. В общем, время покажет. Да. Главное, это, как сказала Диана, не покупать ту технику, которая потом не отдаст возврат на вложенные средства. У нас уже было так в Советском Союзе, когда цены на нефть были там огромные, полезли за полярный круг ее добывать, а потом нефть стала стоить дешевле воды, и все это сломалось, экономика рухнула, и вся страна просто рассыпалась. Чтобы наш бюджет не рассыпался, наш кошелек оставался крепеньким, мы не советуем вам закупаться огромными терабайтами памяти для того, чтобы участвовать в Subspace. Вместо этого следите за социальными сетями проекта, подписывайтесь в Discord Subspace, находите там модераторов, задавайте им вопросы, участвуйте во всех амбассадорских предложениях, которые будут всплывать. Пока что их нету, я видел, что еще месяц-два не будет заявок на новых амбассадоров. Ну, а также подписывайтесь на нас, собственно говоря, криптомета. Я думаю, что мы с Иваном и Дианой подружимся, будем сообщать какие-то вещи, интерпретировать их очень доступным образом, чтобы еще легче было зайти в проект в качестве сторонника, соратника. Иван, огромное спасибо. Диана, огромное спасибо. Мы были очень рады с вами познакомиться. В общем, вы приятные ребята. В общем, мы хотим, чтобы ваш блокчейн расцвел, занял свое место на рынке, чтобы мы могли валидировать общественную справедливость, децентрализацию, прозрачность и интероперабилити между сетями. Это очень высокая, классная миссия. Значит, вашему SEO Джереми и CTO Назару передавайте от нас огромные пожелания и заверения в нашей преданности и верности, что нам нравится ваш проект. И до встречи через несколько месяцев. Может быть, когда вы запустите Mainnet, мы снова соберемся и вы расскажете, что изменилось, что дополнилось, какие новости впереди. А мы будем очень рады снова с вами увидеться. На этом у нас все. Целый час мы разговаривали. Мне было очень интересно. Всем спасибо и до скорой встречи. за вопросы, за эфир. Скоро увидимся. Спасибо. Всем пока. Пока. Пока всем. Пока. Пока. Становить запись. Субтитры создавал DimaTorzok